Привет всем! Многие, наверное, любят тему здорового питания, получения максимальной пользы от употребляемой пищи, найти самые оптимальные здоровые продукты, остановиться на этом и получать пользу для здоровья. И вот, к примеру, в интернете ходит такая тема получения большого количества кремния из пророщенных зерен. Из этих пророщенных зерен делают, например, салаты, делают хлеб, делают коктейли даже, измельчая в блендере эти пророщенные зерна. Применяют рожь, овес и, конечно же, ячмень. Ячмень, он самый богатый на кремний. Ячмень, перловая крупа, минеральный состав кремний аж 2000%. Это продукт с самым большим содержанием кремния. Кремний у нас полезен для костей, так же, как и кальций. Кальций он формирует костную ткань внутри, а кремний он нужен для большей части костной ткани. Здесь вот написано ячмень, перловая крупа в скобках, но перловая крупа – это уже не то. Весь смысл именно в пророщенном ячмене, когда зерно начинает прорастать, вырабатывается большое количество кремния натурального, и вот именно в этот момент его и хорошо употреблять. Вот, ну, вроде бы неплохая идея. И идея с коктейлем из ячменных или других зерен, в принципе, мне понравилась. Должен получаться вот такой вот молочного цвета напиток, суперполезный по минеральному составу. Об этом очень многое часто рассказывает самый популярный специалист под зож питания в интернете – это Виталий Островский, у него там около 280 тысяч подписчиков. И вот этот вот рецепт с коктейлем у него, он очень часто там бывает. В общем, подумал я как-то, почему-то не попробовать сделать вот коктейли из пророщенных зерен. Взять либо ячмень, либо овес, либо рожь, прорастить их, и попробовать, что получится. И, в общем-то, нашел я в ближайших магазинах зерна ржи. Как видим, поставил я их замачиваться, предварительно промыв марганцовкой на всякий случай. Но как хорошо, что я люблю читать дополнительную информацию, прежде чем что-то делать. Иначе, возможно, сейчас я уже был бы где-нибудь в реанимации. Ни один из зож-специалистов не рассказывает о подводных камнях при приготовлении таких вот рецептов. И вот я по какой-то случайности натыкаюсь на инструкцию по кормлению животных рожью и овсом, где в конце было написано, что нужно следить, чтобы в зерне не содержалась парынья, иначе животные могут умереть. Тут я немножечко насторожился. Так-так-так, что такое спарынья? И нет ли ее в моих зернах, которые я купил тут в местном магазине? Спарынья – это паразитарный грибок, произрастающий на злаковых растениях, в том числе ржи, пшеницы, ячменя и так далее. Спарынья содержит в своем составе много различных алкалоидов, токсичных для человека. Если попадание алкалоидов в спарынью в организм человека происходит бесконтрольно, и в старательно больших дозах возникает интоксикация, которая обусловлена заболеванием, называемое эргоатризмом. Я картинки с этим заболеванием, пожалуй, показывать не буду, чтобы никого здесь не пугать. Смысл в том, что это заболевание буквально за пару дней приводит к сильнейшим гангренам. Эти болезни были распространены в средние века и имели название «Антонов огонь» и «Злая корча у нас на Руси». Алкалоиды спарынья устойчивы к температурному воздействию и хорошо переносят кулинарную термическую обработку, не теряя своих свойств. И поэтому люди, которые в средние века перемалывали зерна вместе с этими грибками, измельчали их в муку и потом выпекали из них хлеб. Казалось бы, даже при такой термической и механической обработке они все равно заболевали этой болезнью и умирали. Кроме гангрена, спарынья действует на нервную систему и психику человека, вызывая различные психические заболевания. И в результате употребления либо в один раз в большом количестве, либо много раз в маленьких микродозах повреждается нервная ткань головного мозга. В общем, после того, как я все это узнал и посмотрел картинку, как выглядит эта спарынья, паразитирующая на зернах, я, конечно же, побежал смотреть свои замоченные зерна, нету ли там чего подобного. И к моему ужасу там это было. Это черные сморщенные отростки треугольного сечения и белого цвета внутри. Естественно, дальше возиться с этими зернами желание полностью отпало, и продолжать заморачиваться с этим источником кремния я уже не стал. Потому что токсически летальной считается дозировка в 5 грамм. Всего 5 грамм вот такой вот хреновины может убить человека. Поэтому я так подумал, блин, да ну нафиг эти рецепты, поищу какие-нибудь другие источники кремния. И поскольку в интернете на ЗОЖ-сайтах, на ЗОЖ-порталах вообще отсутствует эта тема, то я решил вот снять этот видосик, чтобы все-таки люди были в курсе. Кто посмотрел, тот осведомлен, а кто не посмотрел, ну тот сам виноват. Поэтому в следующий раз почитав вот такие вот советы. Если вы никогда не ели пророщенные зерна, то свой организм нужно приучать к этому постепенно. Есть несколько правил, выполняя которые вы получите от пророщенных ростков, только пользуя хорошее самочувствие. Следует воспринимать критически. И помнить, что собираемые зерна, они очень часто соприкасаются с этими грибками. В прорастаемых зернах могут быть симптомы заражения, выражающиеся в виде белой плесени, как это здесь в интернете написано, но которую вы можете не отличить от ростков и просто не заметить. Захавать эти споры парнии и получить в итоге какое-нибудь слабоумие. Употребляя их в маленьких количествах, или вам не повезет, вы захавуете сразу большое количество, а потом будете удивляться, откуда же у вас гангрена, откуда же у вас плохое кровообращение, а не менее в конечностях и тому подобное. Поэтому вывод такой. ЗОЖ это конечно хорошо, но нужно действительно разбираться, где ЗОЖ питания является по-настоящему здоровым, а где все-таки возможны какие-то негативные последствия для вашего здоровья. Так что вот так вот будьте внимательны и бдительны всем здоровья, иначе грибки могут вас просто захавать. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok